Дзержинский райсуд Нижнего Тагила поставил точку в резонансном деле 60-летнего стрелка с вагонки, который весной прошлого года застрелил свою сестрицу-крановщицу за то, что 53-летняя родственница отказывалась помогать брату ухаживать за престарелой матерью. Родственная вражда длилась несколько лет и закончилась смертоубийством, которое шокировало даже следователей. Мужчина пришел к сестре и после словесной перепалки, закипая от злости, выхватил из сумки раритетный наган 1930 года выпуска и дважды выстрелил в сестру. Убив родственницу, мстительный брат прихватил старинный ствол и вернулся в свою квартиру на улице Юности. Как уточнил в комментариях старший следователь отдела следственного управления СКР Подзержинскому району Нижнего Тагила майор юстиции Владислав Шляпников, это было не спонтанное убийство, вполне расчетливое, которому стрелок, похоже, готовился не один день. Между сестрой и братом за несколько лет до совершения указанного преступления произошел конфликт. Конфликт произошел из-за общей матери потерпевшей обвиняемого. С указанного момента обвиняемый вынашивал план мести, готовился к совершению указанного преступления в отношении потерпевшей. Итак, 15 апреля 2021 года обвиняемый вооружился револьвером системы Наган, семи огнестрельными патронами к указанному револьверу. Пришел по месту проживания своей сестры, где в ходе вновь начавшегося между ними конфликта достал указанный револьвер из принесенной им сумки. Совершил два выстрела в тело потерпевшей. После резонансного убийства силовики наведались в квартиру ранее несудимого стрелка и нашли в его жилище тот самый Наган, 34 патрона калибра 7,62 и немного пороха, 5,5 граммов, которые по версии следствия он использовал, чтобы кустарно начинять патроны. В ходе следствия тагильчанин свою вину признал полностью. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент убийства он отдавал отчет своим действиям. Судили стрелка по суровым статьям за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и пороха, в смысле взрывчатого вещества. В итоге мститель с вагонки получил 11 лет строгача. За 10 лет моей следственной деятельности я впервые сталкиваюсь с таким преступлением, когда вроде бы родные друг другу люди, брат убивает свою сестру, в том числе еще и таким образом с использованием огнестрельного оружия.